коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня разберем тему как торговать те или иные ситуации когда инструмент не идет на стоять в каком-то накоплении в ранже либо пилит какой-то уровень разберем на примере крипты пару слов до вступления преимущественно большинство трейдеров торгующих по тренду ориентируется на инструменты поводыри если рассматривать рынок криптовалют это безусловно bitcoin если смотреть там например американский рынок это s&p 500 если индекс растет если биток растет то преимущественно мы смотрим инструменты в лонг да безусловно складывают ситуации по ряду инструментов которые идут против рынка смотрится слабее либо сильнее да когда например там bitcoin растет но есть монетки которые неплохо смотрятся в шорт и обратные ситуации когда биток падает есть монетки которые на новостях на каких-то коллаборациях начинают стрелять из ниоткуда то есть такие и ситуации идентифицировать сложновато до того как они происходят если не мониторить внешний фон я ну скажем так по сугубо мое личное мнение до скептически отношусь к новостным каким-то публикациям и как правило когда новость выходит движение уже происходит либо уже произошло и потом нам аналитики да и писатели новостей рассказывают о том почему это произошло задача трейдера не понять почему это произошло и не пытаться анализировать там какие факторы на это повлияли задача трейдера определить заранее что движение скорее всего произойдет до взять там ситуацию с газпромом когда назначение там 170 160 рублей падение остановилось и акцию начали выкупать прижимали прижимали вверх до этого был негатив об отмене дивидендов затем супер позитив предварительные кита дивиденды и газпром полетел но накопление перед этим рывком его было видно графически еще до момента выхода новостей когда прошла информация о том что дивиденды будут выплачены газпром уже пошел поэтому если ориентироваться на новости то опять таки это очень часто будет к это угадай к мы не знаем заранее какая будет новость взять там тоже ты не знаю там процентную ставку фрес либо там статистика по занятости либо как сегодня вот по инфляции то есть такие вот ситуации заранее предполагать мы можем но слепо верить и надеяться это корни неправильно возвращаясь к началу если мы идентифицируем ситуацию когда у нас поводырь стоит в каком-то накоплении либо в ранже либо пилит какой-то сильный уровень то есть никуда не идет наша задача отбирать инструменты себе на лист и ждать точки входа по тем ситуациям когда инструмент явно показывает какое-то намерение двигать намерение двигаться в одну либо в другую сторону ну и я схематично показывать не буду все на живых графиках я думаю это будет поинтереснее давайте уберем все а если посмотреть издалека на bitcoin мы там падали 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 на 16000 остановились и поросли до 32 то есть у нас такая картиночка продолжающиеся уже время складывается лонговая лонговая картинка складывалась до тех пор пока мы не ушли в запил вот этого экстрема то есть здесь было остановлено существенное восходящее движение плюс у нас слева есть чуть выше границы отката если мы будем закрепляться выше 310 59 мы можем по ожидать роста к предыдущим откатом вот этим с которых по сути дела мы уехали на перелой значит теперь поближе и подетальнее сильное восходящее движение останавливается паранормальным баром то есть мы знаем что у нас чуть выше есть экстремом где были остановлены покупки и произошло тоже существенное движение вниз поэтому вот этот уровень 3822 он был интересен когда мы там сильно не откатив пытались пойти дальше день запилили 2 запилили 3 запилили уровень стал внутренним поэтому сильно на него не ориентируемся и наблюдаем что будет происходить относительно 310 59 так как мы просли до пилим до хвосты но инструмент не откатывает то есть когда мы видим графику так у нас складывается впечатление но у меня лично на что я предполагаю дальнейшее движение в лонг я очень ждал закрытие дневки выше 310 59 это случилось многие монетки в тот момент стояли неплохо в лонг но произошло обратное мы завалились сформировали ложный пробой двумя барами и поехали дальше черты были по альткоином неплохие были точки входа то есть там полтора дня двигались вниз после того как опять нас сбрило до тех кто там не переводят с девочки в безубыток и так далее то есть такие вот ситуации они крайне неприятные значит после этого видим что 310 59 опять начинает работать здесь чуть-чуть не долетели на фичах я думаю что с учетом стоимости биткоина это не так существенно но что более интересно мы ушли ниже вот этого хая 30 800 22 и предположение было что если мы уйдем вниз мы поедем куда-нибудь сюда в сторону 29 800 интересная тоже такая . по сути дела был про нормальный бар до лоу про нормального бара и тоже здесь чуть не долетали сложными пробоями общем уровень работал предположение было в момент заваливания что если закрываемся вниз то наверное поедем к нижней границе в общем инструмент встает в накопление накопление продолжается ниже не идем несмотря на то что закрывали здесь подлоу и вверх пока тоже не пускает то есть картиночку бы по биткоину заполнил запомнили у нас 20 дней инструмент стоит и никуда не идет из тех монеток что сегодня были на домашке расскажу логику bitcoin локально в хаях если смотреть издалека мы вернулись к уровням цен мая 2020 года то есть можем говорить что за год с небольшим мы находимся в максимальных годовых значениях несмотря на то что впереди не до относительно всего движения биткоина другие монетки вот те которые попали сегодня на шертовый лист падая останавливаются и не откатывая то есть есть сложные пробои такие проданные дни когда была попытка роста и заваливают обратно сегодня на новостях конечно размотала выхода в продаже ну там пару мест было интересных локальных точек но так как мы ушли далеко от уровня в плане отката и летим к уровню издалека то есть это монетка мимо здесь вот неплохо завалились тоже с ретестом уровня такой точка входа для меня нет не поджали они дали какой-то не дали понятного захода здесь тоже издалека поэтому мимо я подробно останавливаться на каждой монетке не буду просто сама суть в продолжении движения потому что на локальной ситуации у нас на часы реки да я смотрел уровень значения посетить на которую можно было поторговать был какой-то импульс восходящие и граница отката здесь тоже чуть не достали небольшой переха и мы завалились обратно вниз после чего не поехали дальше то есть мы встали в накопление у границы отката локальные несколько часовиков подтверждают можно поожидать вниз картиночка была вот такая там момент домашки с вечера то есть инструмент неплохо стоит на шорт под размотали издалека пробиваем понятно для меня точки входа нет поэтому не лезем здесь то же самое единственное вот на домашке когда делал домашку цена находилась ниже выглядело это все вот так и тоже поджимала книзу поэтому неплохо смотрелось на шорт по сути дела опять продаем движение чем ближе закрываемся к уровню чем интереснее локальная картинка тем интереснее будет торговать дома локальная . 114 зеркальный уровень вот отсюда уж тянется подтвержденные касаниями снизу сверху и зеркальный то же самое попытка хода наверх и нас начинают поджимать можно ожидать дальнейшее движение вниз чтобы там локальная тоже . с остановки на невозможности уходить на перехать то есть все это в моменте когда происходит до движение к уровню мы ждем нечто похожего вблизи уровне и тогда уже будем смотреть заходы тоже немножко раскидала и ничего красиво не было а потом монетка интересная 6889 тоже локальная . подтвержденная там на часовике ну так как здесь запас хода совсем небольшой я буду ждать вот 6 798 если подождемся на дальнейшее движение в short то же самое несколько касаний локальный уровень 9085 и хвостик ложного побоя 9080 73 на дальнейшее движение то есть такие вот ситуации когда здесь вроде локально не новая находится монетка но после роста у нас происходит ретест пробитого уровня и вход уже после ретеста в продолжения движения то же самая остановка еще день постояли скопили можно двигаться дальше неплохие ситуации то есть вот такие картиночки bitcoin наверху монетки немного упали либо сильно упали да и стоят находятся в низких точках своих локальных лоях то же самое с учетом хвостик ложного пробоя единственно здесь там 34 стопика умещалась можно было посмотреть локальный заход лайткоин после ложного пробоя не идем наверх после падения граница отката выше там 98 57 можно будет посмотреть покупки зеркалит неплохая ситуация и подтвержденный уровень снизу 93 85 плюс зеркалит тоже неплохо посмотреть вниз задача увидеть картиночку ну схожи вот с такой например там возможно даже без ложного пробоя но вблизи уровня для торговли на дальнейшее движение салона сегодня единственная кто смотрелась неплохо в лонг тоже там закрывались под high но к сожалению полетели издалека на новостях и тоже без точки входа но инструмент который там мы поросли к локальной точке излома сделали ложный пробой не дает глубокого отката и идем обратно делаем опять там нужный пробой и можно там дальнейшее движение смотреть локальный хай хвостик от ложного пробоя 22 468 на дальнейшее движение движение далее пусть не такой большой 20 процента если кто-то заходит в пробойные сделки с учетом общего до состояния инструменты и заходит с расчетными стопами там 10 15 процентов от ара при среднем ходе инструмента в день 6 процентов то есть грубо говоря если стоп 06 то здесь в принципе 4 к 1 можно было забирать ходом этот монетка была интересная на ключе недавний листинг на спать она там торговалась но тоже после вот этот вот лоу бара листинга ключа и упали опять к нему на дальнейшее движение вниз то есть такие картиночки неплохо рассматривать на как бы домашки случае если инструмент стоит поводырь я имею ввиду можно искать те инструменты которые показывают ту или иную динамика то есть как положительно так отрицательно те кто падают и не растут вероятнее поедут дальше вниз те кто показывает силу пока поводы в стоит то есть растут можно ожидать дальнейшего роста ну и сейчас вот на домашки но не на домашки локальной ситуации днем особо поторговать не получилось монетка engine тоже локальная точка излома на истории зеркалит в принципе неплохо торговать можно в продолжении упали на небольшой волатильности постояли скопили локальная точка для входа коротенький стопик полпроценте ко всего потенциал но я смотрю до отката либо там чуть ниже откуда было инициировано восходящее движение там три к одному плюс комикс можно попробовать забрать и еще одна слов она у нас была на и в картель кидал в чате крипто картеля относительно 0 101 short но здесь уровень под распилили немножко то есть вот это вот была интересная точка на продолжение движения немножко под распилили тоже несколько дней запилов поэтому я смотрю опять-таки экстримом на дальнейшее движение неплохо подошли то же самое упали она немного квадратная но я думаю в целом можно им 15 посмотреть так для восприятия мы упали у нас сложный пробой и мы встаем в накопление если будем уходить обратно под уровень short точно так же 105 но с учетом стоимости тика стопик побольше получается чем а там 05 но технический стоп в рамках риска и пока тоже в позиции посмотрим закроется или нет и кто же локальные точки ритм с копейками к одному вообще как бы ожидаю сюда посмотрим пойдет не пойдет если будет какие-то вы как на он же показывать картиночки нам предвещающие возможным движение дальше то есть какие-то локальные такие дальше поджатия по ходу можно будет попробовать take отодвинуть и высадить позицию подольше на сегодня все то есть резюмирую да если инструмент воды стоит никуда не идет отбираем на домашку те инструменты которые показывают динамику поджимают к верхней там границы каким-то локальным точкам узлом а можно торговать в продолжение если там инструмент после какого-то кашеобразного движения там на часовике формирует накопление с явным выраженными границами несколько часов стоит и ходит от границы на границы ждем то есть никаких действий не предпринимаем до тех пор пока не проявится динамика одного либо другого крупного участника до который заинтересован там двигать инструмент вниз либо наверх то есть если у нас будут поджимать к нижней границе можно будет торговать границу накопления если нижнюю если к верхней то верхнюю границу накопления единственное на что нужно еще обратить внимание где мы находимся относительно цены закрытия предыдущего дня до для того чтобы понять какой запас хода у нас остается если мы например смотрим в продолжение движения то есть была каша там свалились и после того как постояли формируется точка входа то есть сегодня вот если энджи смотреть монетку вверх-вниз проходили но по сути ниже цены закрытия предыдущего дня от в порт продолжение локальный лой и в данной точке у нас от арт полный запас мы как сходили наверх мы точно также можем сходить вниз всегда так оцениваем от цены закрытия если а цены закрытия сходили наверх и вернулись обратно при возврате обратно отрываем нулю то есть у нас полный запас хода скажем так на дальнейшее движение вот на сегодня все пока пока ставьте стопы собирайте профиты всем удачи